короче в общем батя давай рассказывай про своего чемпиона как вообще как этот сумасшедший сезон выдали что 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 в чем в чем в чем соль соль в том что почти четыре года мы работаем вместе соль она постепенно идет то есть это не здесь и сейчас было сделано это потихонечку мы складывали по кирпичу говорится по большому счету кого-то бог наделил большим талантом кого-то меньше но работоспособность тоже никто не отменял кости талантливые работоспособные и с головой и вот сегодняшний забег показал что можно в процессе бега менять установки менять планы и это правильно это приводит к успеху когда вы узнали что вова не побежит полторах увы ну то есть на 3 то есть наверняка в забеге слова вы бы бежали на результат да то есть потому что ускакал или в любом случае бежали на тактику и там вопрос оставался лишь том на какое место на первое или на второе понимаешь вот так если смотреть вот вова на голову выше понятное дело забывает даже зацепиться сложно потому что вова там начала бывали там по 2 20 метров с половиной ну то есть это жестко высоко и жестко быстро мы пока так не готовы и я в принципе не настраивал бы на цепляться и добегать на скучных колесах то есть смысла в этом нету то есть тем более у кости последние два сезона вообще не было ни одного ни одного результата в беге напинишь все результаты были показаны в агрессивном стиле то есть в принципе получалось вова убегал там допустим джек еще убегал кунстного убегал и была дырка эту вторую группу тащил всегда костя и вот смотри прошлый чемпионат россии летний а дырка кости то что позапрошлый зимний то есть везде кости тащит эту группу и в принципе здоровье здесь тратится очень так нормально и здесь соответственно то же самое сейчас мы увидели когда вова нету ну значит будем договариваться они женька поговорили решили что будет меняться вот они менялись время я просто смотрю что темп падает и кости как раз я так об этом варианте я предупреждал что это будет воды ты сразу должен установки менять бег на результат зачем у него три рекорда ничего он куда то есть мы на те рекорды принципе не настраивались то есть мы по готовности он прошлом году уже мог сбегать там этот молодежный который игре лотов рекордом там 27 лет стоял у него в прошлый году же мог снять благодаря ним не хотел там две десятки или одну десятку то есть ну тут ничего нового для нас не было по форму было еще в том году а здесь просто потенциально старт и один за одним и они плотно неделя 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 здесь и уху сейчас на молодежку им еще ехать ну понятно там в режиме light все будет то есть мы чисто на место да ну не горло болит если честно немножко задача вам не странно горло жестко болит лучше и вот он все сейчас взял чем вот сейчас взял чемпионство а зачем молодежка ну то есть вот команды ну понимаешь вот у него ну я конечно буду говорить об этом то есть вот не убьется ли вот как бы сейчас на 8 бьет типа через через день ой не через день так сколько 3 на площадь 3 5 даже как 5 а подожди 3 будет понял да да ну 44 до короче я думаю что мы сейчас решим этот момент посмотрим насколько он себя чувствует отказаться мы сможем то есть я думаю что это не будет вопросом на по поводу того что грежда можно себя чуть загнать лишнего до это опасность всегда присутствует мы же не знаем никто ничего не застрахован ну вот посмотрим я говорю сейчас посмотрим ему тяжело сегодня 72 отрезать понимаешь и через день бежать и я бы тебе не сказал что ноги свежие такая у него еще столько стартов было в этом году блин прям прям очень но мы подвели к концу старта наш он тройку сделал на 7 59 в екатеринбурге принципе там буквально вот еще не разбеганный потом у нас просто пошли работать и не там трех недель и постепенно мы пришли к тому что мы будем конечный итог разбегивать чисто через так вот полторашку волгограде он принципе в 1 там бежал ну зайц был на 11 7 500 метров и я так скажу что говорю поспешать надо не торопясь мы мы подготовку не форсировали то есть по готовности тем более я думаю что большой плюс у ребят что что слова что кости они живут в санадаре ну даже ближе туда ставить на кубани то есть они они в тепле у них нет льда у них нет этого здесь потенциально процентов 10 можно прикручивать к результату за счет того что ты бегаешь комфортных условий да где-то дождь где-то снег бывает но по сути у них там 15 градусов где-то так 12 можно бегать на улице да как кисловодску так что все нормально насколько кости автономен то есть вот он молодой еще такой холеный насколько не страшно ему вот ты живешь в москве он живет на югах а вот вы не так много времени проводите вместе насколько ты спокоен за него за то что будет от человека много зависит у нас есть сквозь и нормально плане обратной связи я почти четыре года почти олимпийский цикл уже проработали но я считаю так на 4 это много но вначале я просто консультировал тому что слава очень сильно просил потом я уже понял что ну если он не начну на рельсе правильно ставить там его тренер может погубить парня ну то есть там много лишних телодвижения было по детству это вообще опасно и по поводу того что автономность ну голову надо включать сейчас такой уже современный мир что если ты без головы то есть тупо бери больше кидай дальше уже это не работает ну короче ты за гостью не переживаешь и он может один тебя не видеть все в порядке нет но вот сейчас мы например когда вот эти вот это 8 не получилось по семейным союзом я принципе никуда не поехал на сборы вот они отсидели два сбора без меня но осень она на то и осень в принципе сезон летний тоже был такой напряженный вот у нас сейчас начинается самое самое интересное сейчас только начинается я когда сейчас буду присутствует по максимуму во первых ну мы ждем надеемся на допуск это уже ну сколько можно просто и в пуле там все все стоят включать то есть мы ждем допуск чтобы на пусть а летом европа молодежка об этой европе молодежная два с половиной года назад прикинул что мы будем лучше сдвигаться стороны скорости со стиплем у нее более-менее порядок более-менее может барьер бежать и техника позволяет ну плюс мои какие-то наработки ему помогают вот и сейчас мы прям четко окунаемся в стипель именно вот технические моменты и надеемся на молодежную европу спасибо андрюха да нет